Санчо-Панчо загорает. Дорогие друзья, всем привет. Привет. В общем, последний, надеюсь, наш сенокос. Такой масштабный для нас опять. Каждый раз, в общем, мы каждый год говорим, что не будем косить. Будем поменьше и опять начинаем. Перед домом вроде скостили, потом на еду чуть-чуть лошадкам скостим. Тут скостим, в итоге накапливается. Еще жарень такая 33, тут на днях 37 градусов будет. Это вообще хорошенько. Да. А вот люди вот с самого утра вот здесь вот ворошат в одиночку. Я не знаю, как они это делают. Просто я не знаю, как они это делают. Не знаю. Я буду ждать тюковалку. Надеюсь, приедет. Ну, буду вот сейчас быстренько кучи делать. Я вот эти вот кучки сама сделала и чуть не сдохла вчера. Саша, еще сейчас строить надо будет. Мы сейчас, а то вообще не отойдем от этого сенокоса. Вообще уже пожалели, что начали. Нам строить надо, а мы... Да, говорили, что купим, купим. Вот ноги. Лера, все хвастается тут пузырем своим. Ужас какой-то вообще. Это просто ужасно. Я вчера, когда здесь собирала сено, и вот так штаны прилипали, это было просто ужасно. Радости деревенской жизни. Просто ужас. Так что, друзья, без штанов, на речки всякие, с длинной травой не ходи. Пишу подружке, говорю, пипец, говорю, у меня опять борщевик в этом году, говорю, долбанул. Она говорит, а у меня все ноги уже в пузыря, говорит. Мне даже как-то радость настала, что не только я одна такая. Она говорит, а у меня все ноги уже в пузыря. Все спасаются от жары как могут. Мы вон с менюшком делаем здесь такой басик, для того, чтобы они могли в грязи поваляться. Потому что очень жарко, просто невозможно жарко. Ну иди, иди, для тебя же делаю. Ну ладно, у вас еда пока что там. Делаем тут басик, в общем, такой. Куры все вон поцараем сидят. Лазят в теньки, подбирают там что-то ищут. Мелкие. Козы из леса не вытащишь. Здесь прохладно, тенечек, хорошо. Все козерки тут вон в лесу. Орудует, в общем, вовсю. Ищут, что-то ходят, смотрят. Белла, ты тоже? Ой-ой-ой-ой, как хорошо. Тут лошадки отдыхают. Жарко, да, пастись? Не хочется. Такую жару. Классно, там в доктор нос торчит. Спит тоже. Такая жара, скажите. Ну у вас нафиг, ваше пастбище. Вода здесь, под носом. Сену сюда кинул, сену кушали. Потому что не ходят никуда. Все сену слопали. Теперь отдыхают. Все лежит, отдыхает. Водя, в куш. Я не могу, свиньи тоже очень интересные животные. Просто яму вырвали. Вообще, кайя. Наверное, настоящая кайя. 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 ты как мальчишка что-то он нас плохо себя чувствует лера говорит наверное тепловой удары но я думаю что он лежит сейчас стоит как жара началась над ее сюда перетащил он попил может соль и нализался в такую жару у нас просто сейчас до 35 градусов надо следить потому что может быть у животных тепловой удар особенно у жвачных у них немножечко по-другому обмен веществ происходит если видите что то такое вот затуманено сознание вот у него вчера было сейчас с утра было сейчас вроде более-менее он нахладился немножко такой заторможенный затуманенный надо сразу ставить тиамин есть селен сразу охлаждать надо я сейчас еще поставлю еще тиамин в общем молодняк жвачных всегда нельзя исключать беломышечные болезни но на самом деле обычно орет очень сильно кричит он никуда не ходит без своего дружка тут что-то прямо на этот как будто у нее что-то с головой нету если лен в общем ударную дозу мы сделали вот через пару дней еще сделаем тиамин тоже сделали если ли она обязательно надо потому что при есть или они тоже немножко помутнение сознание идет о при недостаточности получается при беломышке и плохо животные двигаются это только жвачных касается ну даже мне его держать не надо да ну как бы это точно не про него потому что он очень у нас боязливый и очень прыгучий вот он еще при тепловом ударе надо натрий хлорид делать можно сейчас внутри вены его мучить подкожно-натрий хлорид ну потому что соль натрия чтобы были они при жаре теряют потом соли ну все 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 тихо 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 висеняет вон шерстно упадает потому что он все плохо чувствует все-все-все-все-все сегодня будем тем очень больше давай взорвать вообще как будто я не знаю ну такой вот он сам по себе боязливый но он обычно просто убегает и все время он вон сколько смотри сколько падает хотя он короткошерстный но это просто из-за его состояния лошади тоже жарко никуда не хотят эти открыли переход теперь не хочет никуда такую жару как при тепловом ударе прохладное место натрий хлорид сейчас ледяную воду саша принесет мы ледяной водой обдадим и сделаем антибиотик на всякий случай потому что потому что я не понимаю что с ним никаких других признаков нет ни сопли сопли не кашля нету не поноса нету так чтобы мне кажется что у него все таки тепловой удар но я все равно всегда делал на всякий случай так что антибиотики он тоже получит на всякий пожарный у тебя возможности сейчас же нету соль лизать вот так вот мы тебе соль дадим будет потом легче тихо легче будет потом после солей ну 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 вот так тихо 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 ну да ему конечно плохо он даже по ему психосоматическому состоянию вообще на самом деле немножко неадекватный когда нормально а сейчас никуда не не бойся не бойся охладим а то ты чё-то вообще вот он со вчерашнего дня у него даже сознание такое помутневшие поэтому я думаю потому что тепловой удар на голову дает тоже тепловой и солнечный удар это вообще разные вещи помутнение сознания это есть такое всех животных касается надо охлаждать и голову в первую очередь и вот все но сейчас у него уж очень горячий голова горячую охладим ну все 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 он хочет убежать так то он уже давно бежал все 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 тут не буду трогать тебя ну чё дорогие друзья приехать ковалка наконец-то дождались уже вечереет у нас уже восьмой час доходит вот и приехал тиковалка делает нам тюки наконец красота сколько интересно давайте до конца это увидел по сколько интересно будет тюков здесь как думаете первый трактор и сказал что они что больше ста точно вы как думаете будет здесь 100 или нет пока что вот идет раз два три четыре пятый пятый еще до середины не дошел так ну чё дорогие друзья все затяковали начал их вон на попы поднимать там уж сегодня забирать уже не будем у нас уже темнеет вот а чтобы сырость от земли на них не пошла вот так вот их поставим завтра ветерочком их быстренько просушить сверху там солнышком ветерочком и так далее вот сейчас быстренько это я сколько уже ну минут 10 на мне потратил вот это все поднял сейчас еще здесь чуть-чуть поднять и все да когда следишь за сеном сено конечно обалденное получается смотрите какой на зеленая больно уже конечно вечереет не так хорошо видно да она очень зеленая прям как трава довольно таки зеленая надеюсь вам видно это вышло 91 вышел 91 тюк вот как то так до сотки чуть-чуть не дотянули да но считай с 50 соток 91 тоже неплохо потому что в прошлый раз 40 соток мы у нас сколько было 35 тюков только вышло право там трава не такая уж густая была только местами вот но разница все равно ощутимая да всего лишь разница 10 соток вот и 91 тюк при том что есть тут моментами еще не собрано наверное думаю еще там пару тройку тюков наверно можно было бы собрать плюс чуть скошено в некоторых местах не очень плюс наверное тут скошено меньше чем 50 соток так что все это дело надо считать 91 тюк вот такие дела наконец-то мы с этим практически разобрались завтра начнем все это дело возить уже под наш сарай все это будем складывать и так далее ну а я дорогие друзья буду с вами прощаться кому ролик понравился обязательно ставьте лайки подписывайтесь на наш канал вот вот ну а вам всем здоровья пока и 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 Продолжение следует...